Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2027, тема «Жития». Человек может намечать себе планы в жизни. Какими замыслами отличались те, кого потом стали называть святыми? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У них и не могло быть ни одной мечты, кроме как стать иноком. Если даже это не так, то писавший «Жития» должен был это написать. Их научили, что иночество, и монастырь – это царство Христово, воплощенном виде на земле. И как было им не иметь такой превосходной мечты и потом всю жизнь воплощать ее? Филиппийцам 1, 21. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». 2 Тимофея 4, 7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Филиппийцам 3, 12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус». Разве случайно, что митрополит Дмитрий Ростовский заповедал все черновики житей положить с собой в гроб? Обычно черновики хранятся у всех писателей. «Я пишу иногда проповеди в стихах, и у меня все черновики целые, и вопросы, на которые я отвечаю в книгах, в большинстве своем сохранились за много лет, более 3500. Мне не стыдно их показать, что они не выдуманы мной, а заданы слушателями. Часть вопросов, которые касаются монашества, мне задавали и устно в течение более чем 40 лет при беседах, диспутах на радио, на встречах с различными людьми. И теперь я их воспроизвожу, как они мне помнятся. Когда черновики уничтожают, то можно предположить, бояться, быть может, что по ним легко найти фальшь, подделку изменения, черновую правку». Афанасий, исповедник, память 22 февраля. Он с детства отличался благоговейным настроем души, и любимой мечтой его юности было провести жизнь в иноческом звании. Посему по достижении совершенного возраста он удалился в одну из некомедийских обителей и там принял иноческое пострижение. Патер Муфий, память 9 июля. Пресвитеры же, девясь такой, происшедшей с ним перемене к лучшему, а также и его чрезвычайному воздержанию, хотели его удержать при себе, чтобы научить его чтению. Но он, прожив с ними одну неделю, снова ушел в пустыню и пробыл в ней 7 лет. Пришел к нему и один юноша, желавший быть его учеником. Преподобный, принявший его, облег его в иноческое одеяние, состоявшее из волосяного рубища, коколя и козьей кожи, которое у иноков обыкновенно называется милотью или милотарем, и учил его богоугодной иноческой жизни. Не опоздать, не опоздать, стучат колеса, конские копыта, и сердцеклапаны торопятся подстать с такой же лихорадочной упрытью. Отмерено, однако, до минуты всему зачавшемуся жить и умереть на каждый шаг с подушкой малюты, а, проще говоря, дежурит смерть. Успеть развить дарованный талант, засеянный просеять урожай, торопиться залечь в войну герой под танк и обезвредить тех, кто угрожает. Не опоздать фату, купить невесте, окончить школу, получить медаль, детей родить, стать петушистым тестем, так быстро срок заканчивать, а жаль. Не опоздать, и опоздал бы точно, не встретиться благовестник, не встретиться благовестник на пути. День бы сиял среди кромешной ночи, а на часах двенадцать без пяти. Не о награде думы, мой динарий по праву и по правде был немой, когда б на труд пришел, как этот парень, а я лишь осенью, соседствуясь зимой. Как много опоздавших в этом судне, что опрокинулось, ударилось одно. О, где эти праздники, бесчисленные будни? Слагал бы песни, книги об одном, о том, кто поспешил в начале века голговский крест украсить на вершине. Воскресли падшие и повернули реки. Не опоздать на брак, к нему спешите. Успели до заката за застолье, наполнить пир, переменить одежду, а не пришедшие хватаются за колья. К стрелецкой казни правит скрип тележный. 2 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.